Меня настолько доканал этот новый тренд на финансовых и криптоканалах, что я решил сделать об этом отдельное видео. Каждый финансовый блогер говорит о том, как зарабатывать от 100 долларов в день с помощью чат GPT. Этот ИИ может делать копирайтинг за тебя или написать код вместо программиста и самое крутое, он может автоматически вести ютуб канал вместо его автора. И все это якобы должно сделать тебя ультрабогатым, чуть ли не 3000 долларов в день нам обещают. Эти блогеры рисуют вот такие яркие картинки, которые обещают тебе десятки тысяч долларов в месяц на чат GPT. Обычно в таких видео в начале нам говорят о том, что искусственный интеллект, подобный чат GPT, очень крутая технология. Но затем они рассказывают о том, как зарабатывать от 5000 долларов в месяц на чат GPT абсолютно пассивно. Все это полная чушь. Лучший способ заработать на чат GPT это рассказывать в своих ютуб видео о том, как заработать на чат GPT. Конечно, чат GPT это не бесполезная вещь. Он может быть весьма полезен в некоторых сферах. Например, написать основу для кода или оживить игрушку. Но новичок не сможет построить с его помощью, например, империю копирайтинга. Чат GPT не сможет пассивно зарабатывать 500 долларов в час на автопилоте. И в этом видео я объясню, почему. Я покажу тебе три способа заработка с помощью чат GPT и расскажу, почему на самом деле они не сделают тебя богатым, но могут разрушить твою жизнь и твой бизнес. Меня зовут Богатейший Ди. Сегодня я разберу несколько способов пассивного заработка с помощью чат GPT. Результаты тебя шокируют. Некоторые из предлагаемых способов настолько опасны, что способны лишить тебя абсолютно всего. Социальных сетей, банковских счетов и денег. Это видео, кстати, было сгенерировано чат GPT. Я потратил на это целых полтора часа своей жизни. К сожалению, это видео наверняка посмотрит не больше 10 тысяч человек. Я в этом уверен. Поэтому твоя поддержка будет весьма кстати. Давай наберем 3000 лайков под этим видео. Так мы поможем большему количеству людей избежать множества проблем. Ведь они будут предупреждены о том, о чем другие даже не догадываются. Итак, начнем с первого способа заработка на чат GPT. Это YouTube автоматизация. Мы заставим чат GPT писать сценарии за нас, чтобы получить монетизацию на YouTube. Даже не показывая себя и не используя свой голос. Итак, чат GPT написал сценарий. Озвучим его с помощью ИИ-озвучки на любом сервисе Text2Voice. Например, на этом. Затем можно создать видео с помощью нейросети Pictory. Или вообще видео с цифровым аватаром. Bitcoin, the world's first cryptocurrency, has become a buzzword in recent years. But what exactly is Bitcoin? And how does it work? In this video, we'll provide you with a brief introduction to Bitcoin and its underlying technology. После чего загрузим получившееся видео на YouTube и получаем монетизацию. И начинаем зарабатывать. Это и называется YouTube автоматизация. Но с этим способом есть множество проблем. Например, чтобы получить монетизацию на YouTube, необходимо выполнить условия. 1000 подписчиков, 4000 часов просмотров или же 10 миллионов просмотров YouTube Shorts. 4000 часов просмотра – это 240 тысяч минут. Если ты снимешь видео длиною 10 минут и зрители посмотрят хотя бы половину, тебе необходимо набрать 50 тысяч просмотров только для выполнения этого одного условия для подачи заявки на монетизацию. Вторая проблема заключается в том, что YouTube перестал монетизировать каналы с ИИ-озвучкой Text2Voice. YouTube устал от множества каналов, которые просто читали статьи из Reddit с генерированной ИИ-озвучкой. И третья проблема. Чат GPT на самом деле не так уж и хорош в написании крутых интересных сценариев для контента. Да, он может упростить какие-то научные изыскания для твоего школьного отчета, но он не очень хорошо пишет сценарии для видеороликов на YouTube. Тебе так или иначе придется переписывать его сценарии заново, чтобы они представляли из себя хоть какую-нибудь ценность. Блогер Томас Гарец снял получасовое видео о том, как зарабатывать на YouTube автоматически с помощью чат GPT. Он сказал, что на этом можно легко заработать 10 тысяч долларов в месяц, просто используя сценарий чат GPT и искусственный интеллект для монтажа видео, например, Пиктория. Совершенно легко, совершенно не напрягаясь, зарабатываем 10 тысяч долларов в месяц с помощью чат GPT. В своем видео этот блогер взял за пример канал Animal Insider. Он прекрасно знает, что этот канал не зарабатывает 10 тысяч долларов за свои автоматически сгенерированные искусственным интеллектом видео. Достаточно взглянуть на стоимость ключевых запросов для этого канала. И мы видим, что за тысячу англоязычных, я подчеркиваю, англоязычных коммерческих просмотров он получает около 2 долларов. Если хотя бы 50% просмотров коммерческие, он получает всего 1 доллар. При этом YouTube забирает себе 45% дохода, а значит в итоге автор забирает 55 центов за тысячу просмотров. Учитывая, что его просмотры около 3-4 тысяч на видео, он зарабатывает максимум 1,5 доллара за сгенерированное искусственным интеллектом видео, при условии, что у него вообще есть партнерская программа. Это явно не 10 тысяч долларов в месяц и совсем не стоит потраченного времени и усилий. Так что если ты планируешь использовать ChatGPT для легкого и быстрого создания YouTube видео, как говорится, не напрягаясь, тебя ожидает жестокое разочарование. Тебе придется поработать гораздо больше, чем ты думаешь, чтобы заработать хоть что-нибудь. Справедливости ради могу заметить, что на этом способе все-таки можно заработать деньги. Ты можешь предлагать на биржах свою услугу по автоматизации YouTube, как, например, эта женщина, которая за каждое такое видео берет 40 долларов. Видимо, на это есть спрос. Также, если ты хочешь стать успешным на YouTube, ты можешь выбрать нишу и самостоятельно добиться в ней успеха. Ты это сможешь сделать, я в тебя верю. Но ChatGPT не станет успешным ютубером за тебя. Второй способ заработка на ChatGPT это копирайтинг. Копирайтинг набрал большую популярность из-за пандемии, когда все застряли дома и искали способ удаленного заработка. Чаще всего копирайтинг это написание рекламного текста. Теперь весь финансовый крипто-ютуб завален видеороликами. Зарабатывай 300 долларов в день на копирайтинге с помощью ChatGPT. Это 9000 долларов в месяц. Чтобы заработать такие деньги на копирайтинге, тебе нужно найти компанию, которая заплатит за твой копирайт 9000 долларов в месяц. Попробуй найти такую компанию. Попробуй найти компанию, которая заплатит хотя бы 1 доллар. Уже проблема, не так ли? Да, ChatGPT может писать копирайты очень быстро, но нет ни одной компании, которой ты бы мог их продать за 300 долларов в день. Если, конечно, ты не опытный копирайтер с большим резюме. В противном случае ты регистрируешься на бирже вакансий, как копирайтер-новичок, и тебе приходится просить 5 долларов за свою работу, чтобы хотя бы что-нибудь продать. При этом твой клиент сразу же заметит, что ты ничего не знаешь о его продукте и просто-напросто используешь искусственный интеллект для написания копирайта. Ютубер Мистер Мани рассказывает о том, как использовать ChatGPT для заработка в Твиттере 100 долларов в час. Он говорит, что если ты работаешь на клиентов из Твиттера и пишешь им эти твиты за 100 долларов в час, ты можешь использовать ChatGPT для масштабирования этого бизнеса, а так ты будешь намного продуктивнее. Вполне себе логично. И это очень даже неплохая бизнес-модель. Но задай себе вопрос. Ты можешь найти клиента в Твиттере, который прямо сейчас захочет платить тебе 100 долларов за то, чтобы ты писал ему твиты? Учитывая, что у тебя нет ни умения, ни опыта. Нет ни одного человека, который использовал такой искусственный интеллект, как ChatGPT для построения копирайт-бизнеса. Да, ChatGPT может помочь существующему копирайт-бизнесу, но не создать новый с нуля. Акулы копирайтинга становились такими долгие годы. Послушать, что это такое на самом деле. Когда я впервые начала копирайтить, я жила в маленькой тесной комнате. Я спала на дешевом матрасе, и я еле могла платить 400 долларов в месяц аренды. Я занималась копирайтингом 10 лет и построила бизнес, в котором я могу зарабатывать намного больше, чем любой на бирже труда Fiverr. Потому что за 10 лет я так отточила свои навыки, что за них дорого платят. Чтобы начать зарабатывать такие огромные деньги, в месяц Александре Катоне понадобилось 10 лет усердного труда. Если ты хочешь зарабатывать на копирайтинге 100-300 долларов в час, тебе нужно много работать. ChatGPT не сделает это за тебя. Но затем, когда ты сделаешь себе репутацию, он сможет помочь тебе масштабировать твой бизнес. Но имей в виду, многие работодатели уже получают на вооружение программы, способные определять работу ChatGPT и других искусственных интеллектов. И в будущем таких будет больше. Люди, которые занимались этим профессионально десятки лет, смогут использовать ИИ для поддержки своего бизнеса. И для них это будет даже простительно, ведь у них есть огромный опыт, а теперь и новая технология. У тебя же есть только новая технология. Так кто же получит работу из вас двоих? И как ты думаешь, что с тобой будет на биржах вакансий, если в процессе получения опыта работы тебя поймают на горячем? Репутация будет уничтожена. Твоя жизнь может оказаться в руинах. Так что не слушай блогеров, которые говорят, что ты можешь заработать 300 долларов в час на копирайтинге с помощью ChatGPT. Так ты можешь разрушить свою профессиональную карьеру. И, наконец, третий способ заработка на ChatGPT. Это написание курсов личностного и профессионального роста с помощью ИИ. Ютуберы говорят о том, что ChatGPT буквально пишет курсы за тебя. Затем ты просто продаешь их на таких площадках, как Udemy. Например, Дэйв Уинг, такой ютубер, рассказывает нам о том, что на продаже Udemy курсов можно зарабатывать 4000 долларов пассивного дохода в месяц. Затем он показал, как это делать с помощью ChatGPT. Ты просто копируешь все, что ИИ написал в PowerPoint, загружаешь на Udemy и зарабатываешь минимум 130 долларов в день или 4000 долларов в месяц. Звучит как сказка, но кто, кто даст тебе столько за презентацию в PowerPoint? А если заплатит, то точно потребует возврат денег. Топовые курсы на Udemy составлены знатоками своего дела, профессионалами, которые знают, о чем они говорят, и это чувствуется, когда ты читаешь их курсы. Вот они и делают эти 4000 долларов в месяц. Но обрати внимание на разницу между средним месячным заработком и топовым месячным заработком авторов курса. Средний заработок 16 долларов в месяц. Это значит, что половина людей зарабатывает меньше 16 долларов в месяц, а большинство зарабатывают и вовсе ноль. И в это большинство входят те люди, которые посмотрели на ютубе, как ChatGP заработает им 4000 долларов в месяц на курсах, которые он сочиняет за полминуты. Если ты что-то знаешь, в чем-то разбираешься и хочешь заработать, сделай свой курс, поработай, вложи время и силы в расследование, вложи в него ценность, за которую люди захотят заплатить. ChatGPT за тебя это не сделает. Если этого недостаточно, ChatGPT уже получил несколько обновлений от разработчиков. Если ты пользовался им в ноябре и пользуешься им сейчас, то ты точно почувствовал, что сейчас он гораздо более упрощенный, он уже отказывается выполнять некоторые задачи. Поэтому ты не должен полагаться на него и особенно основывать на нем свой бизнес. Он продолжит обновляться или станет платным или еще что-то, и ты разрушишь свой бизнес и свою жизнь. Помни, ChatGPT и другие ИИ не заменят твою работу. Если ты хочешь зарабатывать те же 5000 долларов в месяц, инвестируй время и деньги прежде всего в самого себя. И когда я так говорю, я не имею в виду трату времени на призывы к ChatGPT сделать все за тебя. Я говорю о приобретении тобой лично реальных навыков и умений. Если ты ничего не знаешь, если ты ничего из себя не представляешь, никакой искусственный интеллект этого не исправит. Если ты хочешь зарабатывать, подумай, в чем ты хорош, а не ищи что-то легкое и простое. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok